РФИАЦ МНЕФ подвел итоги марафона «Антиковид-2020». Весь июнь сотрудники РФИАЦ МНЕФ самостоятельно занимались спортом на открытых площадках города. Представители девяти коллективов физкультуры РФИАЦ МНЕФ соревновались в беге, велоспорте и силовых упражнениях. В зачет шла совокупность результатов всех членов команды. В первом этапе с 1 по 10 июня участники должны были преодолеть суммарную дистанцию в 2020 км. С 11 по 20 июня веломаршрут в 20 200 км. С 21 по 30 июня женщины соревновались в отжимании, мужчины – в подтягивании в индивидуальном зачете. В отжимании и подтягивании в течение 10 дней нужно было уже каждому сделать 202 отжимания или 202 подтягивания. Ну, надо сказать, что все выполнили практически. Мы перевыполнили бег. У нас там получилось порядка 5000 мы набежали. Перевыполнили тоже велосипедный спорт. У нас там получилось тоже около 23 тысяч. И, соответственно, все практические участники выполнили отжимания и подтягивания по 202 раза. Кто-то мог не отжиматься. То есть мы не обязательно заставляли всех выполнять все вот эти три этапа. Кто-то мог на велосипеде проехать, кто-то пробежать, кто-то только отжаться. Всего было более 500 человек, которые приняли участие в том или ином этапе этого марафона. Все три этапа прошли 214 человек. Результаты фиксировали дистанционно. Марафонцы отправляли организаторам дорожную карту с пройденным маршрутом, количество километров за день, фото и видеоматериалы с дистанции. Соревнование проводилось без ограничения по возрасту. Сотрудники с удовольствием участвовали сами, а также привлекали членов семьи и даже домашних питомцев. Мы стараемся, чтобы люди подключали еще свою семью. То есть и дети участвовали, маленькие, до 7 лет, и среднее возраст, и старшеклассники. То есть народ привлекался. То есть дети вместе с родителями отжимались, приседали, ездили на велосипеде, подтягивались, бегали. Ну то есть и чем больше участников, тем больше пройденных километров. В госкорпорации «Росатом» всегда большое внимание уделяется достижению спортивных высот и активной деятельности. С начала пандемии сотрудники ядерного центра не сидят на месте. Поддерживают свою физическую форму, организовывают челленджи и флешмобы. Главная цель организаторов марафона – и дальше привлекать сотрудников к занятиям физкультурой. Несмотря на то, что тренажерные залы по-прежнему закрыты. С конца марта у нас ни одного мероприятия спортивного официального во Мнефе не проходило. Соответственно, люди хотят двигаться хотя бы на дому. То есть изначально мы делали три этапа домашних челленджа «Железный человек». Они проходили дома. То есть мы отжимались, приседали, поднимали тяжести, стояли планку, все это снимали на видео. Все это было дома. Подводились итоги. То есть повышалось каждый день ступени. И, например, к седьмому дню надо было уже отжаться 60 раз, присесть 50 раз, планку простоя 4 минуты. То есть уже не каждый это справится. По словам заместителя начальника отдела физкультуры и спорта Арфеат Смнеев Вадима Шевчука, после снятия ограничений в тренировочном процессе ожидается наплыв спортсменов, которые истосковались по полноценным занятиям. Мы даже разработали специальную систему тренировок на дому. Сейчас тоже отправили по нашей внутренней сети, чтобы люди как-то что-то могли делать. Потому что мы пока не понимаем, когда все это закончится. Но я думаю, что бум будет такой серьезный. Потому что чуть какое-то послабление, нам уже сразу звонки идут, когда можно в зал прийти, когда можно заниматься там-то, там-то, на каких-то площадках. В мае в нашем городе должно было состояться одно из крупнейших спортивных событий отрасли – летняя Атамиада. На ней традиционно выявляют лучших в мини-футболе, настольном теннисе, бадминтоне, гиревом спорте, плавании, баскетболе, легкой атлетике и пляжном волейболе. В связи с пандемией спартакиаду пришлось перенести на предварительную дату с 10 по 13 сентября. Спортсмены активно готовятся к соревнованиям и надеются, что к этому времени разрешат проводить массовые мероприятия.